Так, ну что, мы приехали на Холоп-2, потому что очень хотелось. Я еще первого хотела сходить, но никто меня не поддержал. Пойдемте вон, прямо, прямо, прямо. Короче, очень хочется посмотреть. Наконец-то мы взяли билетики, пришли. Обожаю меду за то, что здесь никогда нет много народа. Просто прелесть. Ну, в предвкушении. Так, хочу вам сказать, пока там здесь кричат. В общем, посмотрели Махолоп-2. Нам понравилось. Точно понравилось больше, чем первая часть. А сейчас мы едем в театр. Точнее, мы едем сейчас завести детей, взять Даню, Женю. Едем в театр на комедию Островского. Участие. Муравьё. Думаю, будет интересно. Я когда-то была на спектакле с ней в Малом театре. Это было прям... Не помню, что был за спектакль, что играли, и вообще чего-то как, но её запомнило, что она прям такая. Я тоже хорошо, она вот именно так. В общем, просто. Кто-нибудь взял Кулебяку шестислойную? Нет. Что вы за люди-то, а? Это мало. Это мало? Нужно весь слою? Это не что. Ну, в принципе, да. Пусть меня в ман бросает в гроб. Пусть меня в ман бросает в гроб. Товарищи, друзья, всех сообщество. Завтра мы улетаем. В доме просто... Как это? Мышь повесилась. Есть вообще нефиг, есть мандарины, есть мусь, ничего нет. Поэтому мы решили поехать позавтракать в кофемане. Но мы с Фиде вдвоём. О, дети остались у мамы ночевать. Вот, надеюсь, что они с Женей то, что подъедут. Потом мы едем туда, забираем детей. Потом мы едем сюда, собираем и... Так. То есть, это полно из Индии, короче, приезжают эти плавные. Так, ну что, стадия сборов уже самая активная. Вообще, пора уже идти спать. Так, ну что мне здесь из интересного? Моя капа. Вы про неё знаете. Пакетики всегда беру в аэропортах, где их выдают. У них потом складывают всякие льющиеся штуки. Здесь я ещё думаю... Короче, беру с собой вот эту сумку. Я с ней и еду. Обычно, вы знаете, я езжу с другой сумкой. Но, короче, тащу эту. Потому что планирую себе там, на дне рождения, обновить сумочку. И с ней возвращаться, чтобы ещё сумок не тащить. Что у меня с собой? Украшения. Здесь у меня жемчужные серёжки, жемчужные бусы. Косметичка. Вообще, планирую вот в это всё сложить. Просто ещё не решила. Шаль, на всякий случай. Ну, здесь всякое барахло, книга, паспорта, очки. И вот типа такого маленького, видите, кошелечка. Ну, корнец. Вот. Всё. Дальше. Сейчас надо всё это собрать. Вот это средство для загородухи беру в таком вот исполнении. Что ещё? Да. Сейчас будем смотреть, что к чему. Думаю, что здесь у меня будет декоративная косметика. Здесь у меня будет уход. А сюда сложу то, что нужно положить туда. Примерно такой план. Ну, так я всё сюда навалила. Запихиваю. Да, расчёска у меня сюда не уместится. Ну, ладно. Вот. Ну, не очень удобно это всё так тащить. Было бы, конечно, удобнее с другой сумкой. Но пока так положу. Ну, я не планирую возвращаться так. Я планирую возвращаться иначе. Поэтому как-то так. Так. Ну, как часто бывает, сумку я поменяла, естественно. Я подумала, плевать. Вот, кстати, объёмчик. Это у меня просто спала с мокрой головой. Вот наш аутфит в дорожку. Шапки. Это моя любимая сумка. Идите. О, спасибо, моя рыба. Так, мы с мамкой перепутали. Не видим вылет и регистрации. Приехали уже на вылет сразу. Что нам регистрации? Ну, что мы тут? Большая компания. А стрибка что-то корид? Чемоданки. Пошлём. Где дети цвета жизни? Ой, I'm sorry. Ой, как хорошо видно сразу. А, идти, 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 идти. Ой, идти, 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 идти. Уже все тут. Так, мы прилетели в нашей большой компанией. Мы с детьми и наши две бабушки. Так сказать, вывезли старушек на море. Вот, отелем мы не изменяем. Уж больно он нам нравится. Сейчас идём перекусить. Первый вечер. Давай, давай, давай. КОНЕЦ наш первый аутфит на пляж будет выглядеть как-то так так мы живем там а сюда кормить перепросли кофе так у нас время уже по-моему если ничего не сняла вам ровно 0 пойдем сейчас на ужин индийское заведение у меня такой какой-то вот вид из майки и штанов и сверху я решила надеть как накидку эту штуку все такая голубом и белом любимая индийская еда а а и 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 х и и Глеб с кем-то играет на улице. Мы кого-то ждем. Папусик. Барюська, у тебя сейчас урок. Просыпаемся, Барюся. Товарищи люди, я для вас ничего не снимаю. Не знаю почему. Ну, потому что может быть, что-то снимать, все то же самое. Те же места, те же улицы. Ну, что нового? Вот, конфеты. Сейчас мы идем в ливанский ресторан на обед, нет, на ужин. Там мы еще не были. Может быть, что-то поснимали. Вчера были в индийском, поснимала, потому что там мы еще не были. Ну, так. Сегодня вот у меня было, не было у меня удачи в покупке подарка на день рождения. Ну, все закончилось. У меня сумки не было в наличии. Ни одной. Написала им письмо, жду ответа. В каких магазинах мне пойти, чтобы была и моя сумочка. Что? С овощами. С рисом? С рисом? Она без мяса. Так, мы пришли смотреть фейерверк. Вот. Сейчас тут будет что-то. Ждем. С рыбы здесь. Ты думал в овощемolen? Ха-х! И тут же шли-ли-ли-ли. Ждем. И тут же шли в умии. Все шло. привезли нас куда-то в пустыню все вышли все идут взял свою глеб глеб где твой пакет с едой кепка баути коз на это ладно все забыли вчера в ресторане я забыла сумку суп у запыла я еще такая мы еле-еле 4 повесила когда пришли к боре на стул я такая мы выходим рядом странная же куда-то клала карточки думаю где они ну наверное не взяла я была настолько уверенность вообще пришла без сумки то что я так планировал изначально что когда на улицу за ним побежал официант мы уже ушли и он за нами бежит говорит девушка что называется вы забыли сумку не так одну в общем дубай экспо центру оба лизинка дубай экспо центра чего к нажмите ты подошел она поехала ты все ну и скажешь огромное все огромное идем покупать билеты пойдем сейчас туда этого так павильон терра номер раз он о чем вообще у нас welcome to terra to enjoy your visit бла-бла-бла в сейф ну ладно сейчас заценим о чем погнали вообще это другой конец города понимаю что этот павильон это вот часть его про то как мире все продумано все начинает природа эти бедуины с собой начиная как природе что-то продумано заканчивая вообще посмотрим к чему почитаем так но вот это все используется здесь такая же огромная крыша гром на крышу то павильон и собирает воду фильтрует воздух вот она смотрите вот она все тут продумано солнечная энергия там панели солнечные собирает до воду собирает по специальным желобам резервуар потом они используют по короче это все про как бы безотходность жизни грамотное использование ресурсов вот про что этот павильон здесь были игры теперь мы идем в павильон можно не ходить в океанариум про всех тебе расскажут что у нас сень кто и чады кросс 15 пожалуйста как эти могут петь на расстоянии 15 тысяч километров друг от друга здесь предлагают варианты например всегда иметь чистый воздух для того чтобы дышать или иметь чистую воду чтобы пить и ты все время выбираешь два варианта или например по арабски это пройдет так сейчас на например никогда не увидите океан снова или когда не увидите снова лес ну и вот ты вот выбираешь его здесь вот написано кто что выбирал глобально ну интересно такой выбор у людей до критики между правильным и тем что на самом деле хочется может быть их машинка кататься не тебя восемь приехали в очень большой павильон так только что мы проезжали русский павильон и он кстати был признан лучшим на экспо 2020 станет наш была здесь по моему до того как бы дэкс ну короче в этот год и говорил что он был бомбой и очень понравилось что анимация фильма я не знаю может что-то раздавали еду какую-то я не знаю как у танки на спросить что-то раздавали а 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 с а а а а в поисках еды блин здесь шикарно так что это я прочитаю так в поисках еды ходим-бродим здесь много чего смотреть много чего закрыто но много чего и открыто включая еду и павильона вообще место шикарно почему раньше на него на самом деле за собирался в первой сюда собиралась еще в первый приезд но всем забывал и вот наконец то не сказала не занимайтесь ерундой езжайте еще у нас в планах на эту поиску было а будаби но если честно мы подумали что запросы поедем отдохнуть может быть следующий раз и поэтому не поедем в этот раз в будаби вот ну посмотрим и и и и и и сегодня вечером у нас еще фонтаны ведь мы сегодня день съемки остальные все дни я кажется тиковала жутко потому что неохота был мы в том же отеле в том же месте ходим в одни и те же места ну как бы что для вас нового надо же как-то все было красиво и интересно и и солнце, потому что нас ждет там, а здесь там мороз, но не солнце. Да, а здесь солнце. Почему, если минус 20, то будет и это. Так, значит, сначала мы ели вон там, теперь пошли пить кофе сюда, детей отправили к Феде, вот так подают американо, очень интересно, дети плачут, у мамы это, а у меня капучинка, и кстати, что прикольно, они дают, мам, подожди, не ешь, положи обратно, дают кофе, финик. Билеты в Италию, да, еще, да. Так, ну у нас что-то прекрасное, у всех очень вкусное и невероятно питательное. Что еще отсюда везти, как не это? А у нас там шоу самолетов, все будут летать. Ох, ну что, у нас сегодня ужин, ужин будет в отеле, вот нацепила свое это красивое платьишко, балетки, сумочка, не новая. Ну и все, а ну и шаль взяла на всякий случай, кажется, сидеть был на улице, уже знаете ли, не жарко. А, там были хорошие, здесь тоже мне, кстати, понравились. Так, сидим, что-то все едим, и да, мамушка. Маш, там всяко-разно. Так, ладно, вышли с детьми, с этими обезьянами, просто и по-другому не могу сказать, в Марина Мол, что надо кое-что поменять, что я брала боли. Вообще в этот раз шоппингом дела не сдались с самого начала. Поэтому сегодня последний день, завтра мы уже улетаем, и вот мы идем поменять ему штаны. Уимпикик не надо, это все-таки ерунда какая-то. General Fixion Mind, Body, вот наверно туда надо. Присели перекусить. С таким вот видом. Понравится. Ой, мы пришли в Эдгарный отель, еще будем пить шампусик. Все, посмотрим. О, что Глебка нашел в последний день на пляжике. Кстати, сегодня мамина день рождения, так что давайте вы все должны подписаться и ставить лайки. Умничка. Да. Седьмой день рождения. Седьмой продулетаем. Ой, а еще я нашла красивую ракушку. Что там не стоят? Пошли, не стоят. По-моему, я уже здесь все показывала, как это выглядит. Все очень умно. Я считаю, ходить надо сюда. Да. Ряд 58. Все уже уехала. Мой день рождения отмечаем прямо в аэропорту. Ну, сейчас будет тут тоже еда стоять. Так, ладно. Сняла тут небольшую распаковочку. Вот. Вот у меня остались все штуки. Что у меня здесь? Значит, духи я вам обещала показать. Значит, запах у меня называется вот этот вот. Слушайте, вкусный, но не сто процентов мой. Просто из всего, что было, под каким-то... Я попала под каким-то таким... Я зашла, расстроилась, что то, что мне надо было, не было. И что-то мне дали понюхать одно, другое, третье. В общем, не знаю. Но вообще приятный запах, но не сто процентов мой. Вот. Плюс то, что я хотела. Ничего не было в наличии, как я уже сказала. В общем, в целом довольна. Вот. Ну, и упаковка же очень красивая. В распаковке там увидите. Гель для ресниц я вам показала, тушь я вам рассказала. Вот так вот выглядит очень красиво кушон. Немного ляписто для меня, скажу честно. Я больше за такую эстетику. Но очень хотелось кушон. У этих за раз не было. Вот. Тени для глаз решила что-то, я не знаю, порадовать себя такими. Очень мимишная кисточка к ним идет. Но вряд ли я буду ей пользоваться. Это я купила мужу. Он еще не в курсе. Может быть, я получу за это по башке. Скажет мне, зачем мне. Вот. И взяла еще вторую основу, которая вот у меня была и закончилась. Очень люблю у них вообще этот сервис Лебеш. Мне нравится у них вообще все. Ну, вообще, я вот честно скажу, у Шанель мне нравится все. Я бы просто купила бы все только Шанель. Ну, кроме туши. Туши у Гуччо лучше гораздо. Но у них, опять же, повторюсь, ни в одном магазине ничего не было в наличии. Как, собственно, в Duty Free. Вот. Сейчас пойду все это разбирать. Ну, и на этом мы закончим этот влог. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok